Андрей Владимирович, Залужному пора уходить? Ну, его хотят уйти. То есть, судя по... Такие планы существуют. Другое дело, возможно, от их реализации удерживают партнеры, которые прекрасно понимают, к чему это может привести. То есть, ничему хорошему это не приведет в этой ситуации. То есть, когда попытки найти, повесить ответственность, сделать кого-то крайним в этой ситуации, то есть, равно, ну, с другой стороны, с политической... То есть, если рассматривать, сулубо, абстрагироваться от того, что происходит на фронте, то есть, и какое может быть трагическое развитие событий, то, ну, как говорится, я хотел, я пытался, но мне не дали. Это идеальная стартовая площадка. Вот у украинской политики так и... Я просто... Почему? Я просто вот подумал, да, вот так, ну, опять-таки, вы как политтехнолог должны привести в чувства, да, потому что эмоций много вокруг заложенного. Да. Вот эмоций. А как бы логика и логично, если ты видишь, ну, как бы лошадь сдохла-слась, условно, руководствуясь этим принципом, твоя задача, возможно, самому спокойно написать заявление, уйти, отойти, тем более, что если вот такая ситуация, которая сейчас, и потом не отсвечивать, ну, условно. Это вот так, наверное, правильно. С другой стороны, мы понимаем, что заложенный просто так уже не уйдет. Слишком много было сказано, как говорится, ну, о нем, вокруг него много всяких речей. То есть, уже здесь нужно играть или как доигрывать до конца. Вот как вы видите этот процесс? Знаете, на одной чаше, да, если исходить с точки зрения политической целесообразности, там, старта политической карьеры, то можно и уходить в этой ситуации. Рассказать о том, что как политическая целесообразность давлела над военной необходимостью. Да, как Зеленский не умеет воевать, ну, образно. Ну, ведь... Вроде должен был уметь. Это мне напоминает, опять же, вот, как в мемуарах, там, все валили на Адольфа Алоизовича. То есть, мы вот, бравые генерала Вермахта, мы победили, но вот этот ефрейтор, не имевший ни малейшего представления о военной стратегии, все... Испортил, да. Да, украл победу. Хотя, по большому счету, для Вермахта все могло плохо закончиться уже зимой 41-го года. И именно как раз требования Гитлера держаться любой ценой уберегло от еще, там, от более масштабной катастрофы. Ну, дело не в этом. Залуженный военный. И ему уйти в этой ситуации, он прекрасно понимает то, что... К чему это может привести. Плюс это прекрасно понимают и партнеры. Вот. И, очевидно, они выступают, знаживают, они модерируют, чтобы конфликт не приобрел более острые черты. И, собственно, приезд Остина... Как бы... Как долетали слухи о том, что он попросил воздержаться от резких шагов. То есть, возможно, поэтому, как говорится, все остаются на своих местах по состоянию на сегодня. Что будет через 2-3 недели? То есть... Что будет в случае потери Абдеевки? У нас не живут перспективы планирования. Через месяц-два мы снимем. То есть, будут, собственно, отталкиваться от ситуации. Поэтому гарантируя того, что такое решение не может быть принято, допустим, уже в начале 2024 года, я не могу. Но, с другой стороны, опять же, да, залуженный не политик, он военный. И, как говорится, тут достоинства и перетекают, главное, в слабости. То есть, у него нет ни инфрополитической инфраструктуры, ни... Ну, да, есть какое-то пиар-сопровождение. То есть, это заметно. Но это не полноценная политическая команда. Вот. И, как говорится, бросаться в омут избирательной кампании в условиях войны, он прекрасно понимает, что у него тут тоже есть дефицит сил, средств и ресурсов. Да, к нему могут прийти, но, как говорится, выставят такие условия, говорится, что по процентам он за два президентских срока не сможет расплатиться. Поэтому не факт. Многие говорят, да, вот, как бы, залуженный это уже потенциально преемник. Все, как говорится, вопрос решен. Нет, еще... Все в процессе, еще ничего не решено. Тут институт изучения войны пишет, что, собственно, удар 8 декабря, ракетный удар 8 декабря, он как подготовка к... или начало, да, вот этого... ну, как бы, другой тактики уничтожения энергоинфраструктуры украинской. Это будет. То есть, мы сейчас просто... Я хочу просто понять, 10 декабря, 10 декабря, бить по энергоинфраструктуре начали с октября в прошлом году. Сейчас мы видим, вроде и морозы, вроде как бы и... но почему-то этого не происходит. Что нам готовит, ну, как бы, это какой-то сюрприз неприятный готовят русские, или какая-то тактика поменялась? А, Александр, ну, может быть, под праздники. Вот, под это новое Рождество, которое там у ПЦУ и греко-католиков, там, 25 декабря, по-моему, и Новый год, вот, то возможно, как говорится, испортить праздники, потому что я прекрасно помню прошлый Новый год, как раз вот наблюдал, как над Жидомерской трассой сбивали беспилотники в новогоднюю ночь. Поэтому тут, возможно, накапливают силы, возможно, изменят тактику. И то, что вот эти волны шахедов, летающие по странному маршруту, мне как раз, у меня такое ощущение, я не военный эксперт, может быть, там, те, кто разбирается в нюансах работы противовоздушной обороны, подскажут. Но у меня такое ощущение, что как раз идет разведка, где находятся там радары, где находятся пусковые установки, то есть районы, понятно, что с точностью там и меняют, как говорится, расположение, ну, пытаются вычислить вот эти, как говорится, где можно пройти, где можно ударить. Но то, что удары по инфраструктуре будут, это определенно, потому что январь, судя по всему, теплым не будет, как в прошлом году. И тогда, очевидно, будет попытка номер два масштабно ударить по инфраструктуре. Потому что то, что делалось в прошлом году, несмотря на весь ущерб, но не привело к каким-то катастрофическим последствиям для украинской энергосистемы. Да, ущерб большой, серьезный, но далеко не катастрофический. Почему сожгли в Днепре мемориал, ну, такой хаотический, да, вот они люди сами сделали, мемориал по погибшим от ракетного удара? Ну, как говорится, идиотов без царя в голове везде хватает. Вот. Банально, вполне допускают банальное хулиганство без какого-то политического подтекста и, как говорится, желания чего-то донести. Вполне возможно подростки. Тут можно только гадать. Ну, я не вижу здесь какой-то политической подоплеки. Как говорится, там некоторые, вот, дескать, не совсем нравилась вот эта инициатива кое-кому там в коридорах городской власти. Ну, я не думаю. Это, скажем так, предположения, как говорится, не аргументированные какими-нибудь, там, факторами. Вот. Андрей Владимирович, тут военкомом уже рожи чистят на Закарпатье. Причем, причем это попадается, ну, и на видео, и это все, собственно, как бы, ну, в одном из городков Закарпатья, да, то есть есть видео, где там двое человек проходили, там, что-то напали, набросились на военкома, там, выбежал другой. В общем, подрались. Хотя, военком стоял, курил себе у крыльца военкомата, у славы. Там и другая версия, что это там бывший, там, наркозависимый, который пошел служить в СССР, и, дескать, там, какой-то личный конфликт был. Ну, мы видим. Мы видим это уже как, ну, определенная, ну, определенная реакция, да, то есть мы, ну, раньше, как бы, я просто вспоминаю, как вот, ну, какой мобилизация была, и какой она стала. Ну, простите, раньше там... Папочка сейчас ходит с автоматами в бронежилетах и в касках. Явно, мобилизация принимает более агрессивный, более жесткий характер. Ну, что мы увидели уже там, тем более, что целый месяц раскручивалось вот этот войбл в аффилированных с властью телерамоканалах относительно того, что вот клубы, рестораны, и т.д., и т.п. Ну, пожалуйста, вот вам клубы, рестораны, даже там в бизнес-центре и в Спортлайф и в Айкью, там, где Коля Тищенко качается, зашли, как говорится, с рейдом... А кого поймали? Подождите. Ну, не так надо. Вот, допустим, в Косино там поймали двух человек, которые прошли военно-лечебную комиссию, но не явились на призыв. Ну, аж двух человек напугали, прогремели на всю страну. Тем более, что там с полсотни, наверное, там в бронежилетах, касках, двух километрах от венгерской границы. Ну, москальский снаряд где-то там прилетит. Ну, это понятно, что никакой военной необходимости, там, каска, автомат, это явно элемент устрашения. Ну, это как бы показывает, что мобилизация примет, принуждение к мобилизации примет куда более жесткий характер, чем это было раньше. Если раньше ходили с папочкой, то сейчас с автоматом. Вот, собственно, символы. Понятно, другое, то, что особенности Закарпатья, там в селах выгребли, как говорится, тех, за кого похлопотать некому, выгребли подчистую. За других выхватили всех. А за других можно выхватить самому. И поэтому там систематически идут рейды по гостиницам, по хостелам, тем более, что Закарпатья единственный регион, где нет комендантского часа. Там очень много приезжих из Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской области. Естественно, пытаются вот этих... Да и в Косино специфика этого комплекса туда местные ездят по выходным. А в будние дни там обычно туристы, солевые экскурсии, как бы те, кто приезжает на машинах. По-другому туда добраться очень сложно, как говорится, пешим порядком. А в основном приезжают туристы, чужие. Почему бы там не порезовиться? Но это характер такой мобилизационных мероприятий в Закарпатье. Вот как выловили водителя, который привез детей на соревнования, ночью из Костена и уже утром ровно в учебный центр. Ну, примерно так же и с Костена. Понятно, что это будет вызывать сопротивление и встречную агрессию. Костенко, воюющий нардеп заявил, что в общем у него есть история, когда условно пригодный отправить его на штурмовику. Он не может бронежилет застегнуть, но он штурмовик. Что это за штурмовики такие, Андрей Владимирович? Нет, ну, я, по-моему, он тоже сто раз говорил о том, что людей отправляют с онкозаболеваниями, с сахарным диабетом. Понятно, кто несет наибольшие потери. Линейные части, которые находятся на переднем крае. Понятно, что те, кто там ловит призывников, те, кто там стоит, как говорится, на блокпостах, там потери не несут. Потери не несут боевые бригады. И вот этот дефицит людей приходится заполнять. Тем более, что и боевых бригад там внутри свои проблемы, есть отказники, так называемые пятисотые, и эта цифра отказников совсем не маленькая. Естественно, приходится затыкать людьми условно пригодными. Там Костенко сказал другие золотые слова о том, что если государство постоянно обманывает, то и люди будут постоянно обманывать государство. Я думаю, что в этих условиях могут поднять не 10%, но выполнять на 20%, но все равно это не решает проблемы вооруженных сил Украины. Тем более, в этой планке безумное проговорилось относительно того, что ежемесячно на 20 тысяч. из этого болтун находка для шпиона, как говорили раньше в советские времена. 20 тысяч, если это ежемесячно необходимо, что это не Тоновякова, 20 тысяч это убыль раненых, убитых, попавших в плен, потери. Не сложно предположить, что 5-7 тысяч в месяц только убитыми, исходя из этой цифры, получается такая трагическая статистика. И это все, естественно, надо восполнять. А в этой ситуации кого? Опять же, тех, кто, как говорится, безропотно подчиняется. Такие попадают, такие штурмовики. Понятно, что они для командиров взвода, командиров рот, они становятся большой гонодной болью, поскольку такой штурмовик скорее обуза, чем помощь для любого подразделения. Не говоря о том, что многие из них просто элементарно демотивированы и не горят желанием воевать. Это другая ипоста с проблемой, поскольку никто не снимал проблему в разложении. Один отказник может разложить отделение, отделение, но может в котором есть отказники может разложить взвод со всем вытекающим последствием. Командиры это знают.